Всем доброе утро! У нас утро начинается с оладушек с вареньем. Пишите, как вы завтракаете. Ну, а мы пойдем кушать. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. И тогда будет все самое хорошее. Так, буду ставить тесто на дрожжи. О, фу, на булочки. Сейчас у меня, видите, дрожжи плавают здесь, растворяются в молоке. Немножко добавлены тепленькой водички. Сейчас растворятся и будем дальше продолжать делать тесто. Так, дрожжи у нас уже раскопились. Сейчас нам надо добавить соли и сахара. Добавляем сахар сюда. И обязательно соли. Все это тщательно перемешиваем. И сейчас будем с вами добавлять муку. Сейчас, чтобы замешивать руками тесто. У меня хоть руки чистые, но я все равно их ополосну. Ну, еще они у меня в муке, видите, все. И венчик убираю, чтобы не сломать, потому что у меня венчик, видите, и так уже плохой. Поэтому моем руки и мешаем тесто руками. Музыка. Добавляем. Тесто мы замесили. Под конец я добавляла растительное масло, но я еще немножко все равно добавлю, чтобы выместить хорошенько. И все, наше тесто, считайте, готово. Но я все равно еще под конец вот так вот его проминаю, потому что чем больше руками его давишь, тем оно лучше получается. Ну, такое оно получилось. Вот и все. Вот и все. Накрываем чистым полотенцем и ставим в теплое место для настойки теста. Так, хочу заняться леневыми голубцами. Тут у меня свиной фарш. Ваня, подожди немножко, хорошо? И тут у меня размороженное филе курицы я мелко резала на кусочки. Видите, вот такой вот мелко резала, прям с салом совсем. И вот тоже добавлю сюда. Сейчас останется мне порезать капусту. Добавлю еще лучок, морковочку и риса. Сейчас капусту нашинкую и покажу дальше, что я буду делать. Музыка Нашинковала вот так вот мелко капусточку. Сейчас почищу морковку, лук и тоже нашинкую. Также мне для голубцов ленивых надо мыть рис. С этого вполне хватит. Вот многие тогда писали, Настя, зачем ты себе вот такие вот контейнеры купила? Мне, ребята, удобно в них. И видно, что вот хочу еще заказать такие контейнеры и переорганизовать свой шкаф с крупами, чтобы там все вот аккуратно не были пакетики, а вот такие вот чисто баночки стояли. Заливаем рис водичкой и пусть пока он помоется. Тепленькой, хорошенькой водички. Видите, сейчас немножко полежит. Вот эта мука смоется, а потом солью и опять замочу. Рис я уже промыла, получилось в пяти водах промыла. Но вот все равно, видите-ка, эта муть идет. Ну ладно, сейчас займемся с вами фаршем. Фарш я обычно переделываю руками. Сейчас сниму кольца, помою руки, ополоснем. И будем заниматься с вами фаршем. Мы, по идее, приправа мало какие ложим. У меня вот здесь в ванночке есть куриная приправа. Вот мы ее и будем добавлять. И перец, и соль. Сейчас сначала перемешаем фарш и будем делать. Все постепенно покажу, так что оставайтесь с нами. ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так все уже смешала всю капусту не стала смешивать дочь обре вилку дочь мне разбила два яйца и взболтала и сейчас мы их сюда же добавляем и все хорошенько перемешиваем и наши ленивые голубцы почти будут готовы дочь под нос ополосли пожалуйста и вот здесь вот второй только аккуратно спустила и сейчас будем формировать из них с вами котлетки и будем лепить ленивые голубцы убирать в морозилку так сейчас поднос мы смажем немножко маслом чтобы к нему ничего не прилипало вот кстати вот эти подносы что мне прислали вообще классно удобно будут в них замораживать что пельмени что вот сейчас мы будем с вами делать ленивые голубцы да руки сейчас смачиваю водичкой дочина смажь второй противень он немножко масла возьми и формируем небольшие такие котлетки такие вот и убираем на заморозку вот и все я не знаю даже сколько здесь получится но вот тазик фарша как видите вообще хочу побольше мяса накупить накрутить нарезать не знаю как получится но вот я нынче зарплату получу хочу купить мясорубку так что подскажите какую мясорубку лучше взять электрическую или вот такой вот как вид старых мясорубок хочу перекрутить все и наделать заготовки раньше видела до ремонта а сейчас что-то совсем говоря обленелась пора заняться морозилка есть что я немножко делаю совсем чуть-чуть делаю пора заняться от вас жду совета какую мясорубку лучше купить потому что в этом месяце хочу купить мясорубку пока не знаю какую знакомые мне советуют грит возьми электрическую ягру а представь если света не будет учет тогда делать у нас тем более здесь часто света не бывает так что вот как то так а да по поводу пока леплю голубцы хотела поговорить по поводу орхидеи многие спрашивали настя ты же хотела их подарить ребят так я подарила я 6 подарила 2 себе оставляла ой 6 у нас чего да у нас 8 было их 6 получается я подарила 2 я себе оставлял я и брала 2 себе но у меня были белые и фиолетовые кому белые подарил кому фиолетовый подарил я вам просто показывал какие они но я же говорил что я на подарки купила да поэтому многие посчитали что я опять обманул нет ребят подруги я подарила хидея на в комментариях если сможет мне напишет с этих убери пожалуйста вот этот поднос готовый уже морозилку то ты наверно сама не сможешь положить сейчас сама положу морозилку сегодня часть приготовим часть на заморозку беру потому что это много на один раз и вот так вот нынче все таки вот сделаю куплю побольше мяса и наделал полуфабрикатов у таких что потом только доставить достал приготовил и все и вот последнее видео где запекала картошку ребят во первых это ужин был кто хотел еще себе разогрел кашу рисовую плюс салат еще был просто я не все показываю показала только то что я приготовила у нас всегда по идее все что то есть еще в холодильнике готовы у нас нет такого чтоб что-то не было приготовленного если что-то не будет приготовлено меняется мы сидят в этом доме потому что семья большая всегда что то есть готовы так что вот так вот готовим 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 напишите какие вы еще делаете полуфабрикаты может что-то я приму для себя тоже вообще в интернете посмотреть какие полуфабрикаты люди делают может что-то тоже попробовать я вот видела этим конвертики делали из филе куриного молоточком отбивали на кстати молоточек тоже купить молоточком отбивали заворачивали туда сыр и что-то еще заворачивали туда и в духовке потом вот они можно было вот такие полуфабрикаты делали на тоже такие что-нибудь наделать сыр тем более светофоре надо опять поеду купить до света побольше сыра и наделать уже такие конвертики у нас день егорушка сегодня у меня уже вынес мусор почистил дорожки в сарайке уже управился так у нас не хватает до подносов так но это тогда сейчас мы оставим и сделаем сразу на противень и приготовим так ладно сейчас эти уберу в морозилку и потом вернусь к вам так сейчас часть ленивых голубцов мы сразу с вами сделаем приготовил я небольшой такой противень сейчас туда мы сделаем а потом сварим гарнир какой-нибудь к ленивому голубцу я сильно близко их не ложу потому что там же рис а рис разбухнет и получится вкуснятина чтобы все у меня поместились если что-то не поместится заморозим опять ничего там страшного нету я разделю все вот так вот а да ребят хотела еще ответить многие тогда спрашивали насти чем это ты заливала картошку это я разводила майонез и заливала у меня дети любят когда так ну все вот это сейчас мы тоже зальем соусом часу сделаем и поставим духовку готовить так сейчас буду замешивать соус скажите как часто вы на кухне меняете полотенце у меня они постоянно улетают это вообще какой-то ужас короче для соуса я возьму вот этот вот соус грузинский у меня есть просто водой разбавлю и залью так сейчас водичку наберу чесноку можно по идее весь соус не весь не буду то есть сильно остро наверно мне нравится вот этот грузинский соус вообще классный сейчас разведем его и поставим в духовку запекаться и сейчас буду уже печку растапливать хочу еще потушить капусту ну и что нибудь приготовить хотя там суп еще есть еще второй есть но надо что-то деткам свежий приготовить ну и все и заливаю сейчас буду потихонечку заливать чтобы наши голубцы не распались все ставим духовку до полной готовности потом покажу что у меня получилось